Режим всеобщей изоляции внес коррективы в привычный ритм работы ведомств и оперативных служб округа. Так, стражи правопорядка трудятся в усиленном варианте. Помимо постоянного патруля улиц, полицейские решают и рядовые задачи. У нас увеличена плотность снарядов на 25%. Составляем административные протоколы за нарушение. В субботу был выявлен цех, один, который продолжал шить шапки за прошедшую неделю. В Межмуниципальное управление Люберецкое поступило 2300 звонков от граждан. По данным сообщениям возбуждены 14 уголовных дел, 13 из них раскрыты по горячим следам. 54 выезда по сигналу тревоги и ликвидации одного возгорания. Такой выдалась неделя у люберецких огнеборцев. Несмотря на наступление пожароопасного периода, у сотрудников гарнизона пожарной охраны работа идет в штатном режиме. Шесть раз выезжали на пал сухой травы. У нас снижение с 50 с прошлой недели, но здесь, наверное, больше погода повлияла. По люберцам пал сухой травы один был в деревне Матюково, один в Красково. Оба были вчера. Мартовский план по ремонту 72 подъездов выполнен в полном объеме. В целях нераспространения инфекции дальнейшие работы приостановлены до особого распоряжения. Зато санитарная обработка подъездов продолжается в усиленном режиме. Семь дней в неделю спиртой и хлоросодержащими растворами обрабатываются все закрытые детские площадки, а также остановки транспорта и другие места общего пользования. Разработан специальный регламент по сбору отходов у находящихся на карантине жителей. Управляющая организация, получив задание из единой диспетчерской службы жилищно-коммунального хозяйства о вывасе ТКО, в дневное время суток с 8 до 17.00 принимают меры по безопасной транспортировке ТКО от изолированного лица до ближайшего места накопления ТКО. Все необходимые информации размещены на официальном сайте администрации городского округа Люберцы, на сайтах управляющих компаний и на сайте единой диспетчерской службы. Все сотрудники сферы здравоохранения округа работают в режиме повышенной готовности. Плановые госпитализации приостановлены, однако усилена работа службы вызова врача на дом. 23 бригады скорой медицинской помощи трудятся круглосуточно. Количество вызовов увеличилось на 10%. Основная нагрузка легла на плечи ЛГЖТ. Под ведомством управляющей компании около тысячи многоквартирных домов, а это практически 3000 подъездов. Чтобы справиться с таким объемом работы, организация привлекла 180 человек. Дезинфекция мест общего пользования проходит сразу после влажной уборки. Поверхности обрабатывают хлоросодержащими и водно-спиртовыми растворами. Это специальный раствор, который мы купили у специализированной организации. У нас есть сертификат. Могу сказать, что управляющая компания ЛГЖТ, дезинфицирующих средств хватит до конца. Во всяком случае, уже рынок освободился. Жители дома номер 8 на Октябрьском проспекте работают довольны. Многоэтажки стали проводить дезинфекцию сразу после объявления режима повышенной готовности. Мы не ходим в управляющую компанию с какими-то претензиями, жалобами. Нет, представители управляющей компании у нас время здесь. Не мы к ним, а они к нам ходят. Так что никаких претензий. Если претензий всё-таки есть, у жителей несколько способов повлиять на ситуацию. В первую очередь стоит обратиться в управляющую компанию или в единую диспетчерскую службу ЖКХ. Сообщить о ненадлежащей обработке подъездов можно и в социальных сетях главы округа. И можно писать, обращаться. Мы эти все вопросы рассматриваем, по крайней мере, я в социальных сетях, что происходит и что мы получаем. Я работаю в режиме онлайн. Стремимся реагировать мгновенно. Ежедневная санобработка подъездов проводится по поручению губернатора Московской области 16 марта. Тщательной дезинфекции должно подвергаться всё, к чему прикасается рука человека при входе и выходе из дома. Луизия Игазарян, Валерия Абсалямов, телеканал ЛРТ. Здравствуйте, управляющая компания. Откройте на секундочку дверь. Инспектор нечаянно нагрянет, когда его совсем не ждёшь. Кроме стоящего в списке десятка домов, по тотальную плановую проверку попали все МКД в их окрестности. Сотрудники ГЖИ детально обследовали все места общего пользования. Белой салфеткой, как лакмусовой бумажкой, по всему, к чему прикасается житель. И такой строгий подход к управляющим компаниям вполне обоснован. Санобработка эффективна лишь когда дезинфекция проводится на чистые поверхности. Несмотря на то, что у ЛГЖТ огромный объём работ к тресту, у инспекторов не возникло серьёзных замечаний. 2889 подъездов, в которые ежедневно производится дезинфекция. Значит, по подразделениям нашим порядка шести бригад, по два человека на каждое подразделение. У нас того получается около 108 человек ежедневно привлекаются у нас к работе по дезинфекции подъездов. По дезинфекции подъездов мы используем флорсодержащие вещества и водно-спиртовой раствор. У управляющей компании «Пик Комфорт» с уборкой и дезинфекцией подъездов дела обстоят гораздо проще. За чистотой входных групп в течение дня следят консьержи и лишь в редких случаях уборщики. Коварную грязь инспектор в МКД так и не обнаружил, а небольшие недочёты персонал сразу же устранил. На данном участке у нас 59 квартирных домов, 277 подъездов по этажам. То это также относится к кнопкам лифта, к перилам, которые идут по этажам, к горизонтальным поверхностям. В основном это вот те места, до которых докасаются, соответственно, жители. Это ручки входных дверей, ручки дверей, которые у нас идут в местах общего пользования. После упорного и тщательного обследования в Люберцах первый заместитель руководителя подмосковной жилищной инспекции вынес свой вердикт. Санитарная обработка проводится. Есть небольшие замечания по общему состоянию, но они незначительные. Я могу отметить, что управляющие компании в Люберцах мобилизовались и выполняют свою работу на сегодняшний день на достаточно серьёзном высоком уровне. Насколько бы ответственно к чистоте и санобработке не относились ведущие управляющие компании. По словам инспекторов, такой подход не у всех организаций. Нарекания на их работу можно оставить на горячей линии единой диспетчерской службы. Луизия Игазарян, Анна Троян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Электрички ходят по расписанию, станция работает в штатном режиме. Только пассажиропоток снизился на 84%. Раньше через Люберцы-1 и 8 платформ проходило 30 тысяч человек в сутки. Сейчас эта цифра едва превышает 2 тысячи. Вопросы безопасности людей, которые в период эпидемии пользуются общественным транспортом, власти округа уделяют самое пристальное внимание. Кроме того, что мы стремимся отследить за этим вопросом, постоянно отслеживают по моей просьбе работники полиции, Роспотребнадзор. Этот вопрос очень важен, тем более на территории городского округа у нас 8 платформ и одна станция, станция Люберцы. Кассы, терминалы для покупки билетов и турникеты подвергаются дезинфекции. Сотрудники станции обеспечены средствами индивидуальной защиты. После каждого рейса электропоезда обрабатывают специальными растворами. У нас есть мотор-вагонные депо, депо Раменское, депо Куровское, где производится дезинфекция подвижного состава как внутри, так и снаружи, в соответствии со всеми санитарными условиями. Такие меры предосторожности действуют во всех предприятиях городского округа, которые продолжают работать в этот период. Антисептические средства, хлорные таблетки, жидкое мыло и гели с дезинфицирующим свойством. На этом предприятии создаётся всё для защитной обработки поверхностей. Профессиональные препараты невозможно найти в сетевых магазинах. Они используются в медицинских учреждениях, а также на производственных площадках, где регулярно проводят санобработку. Покупают и детские сады, покупают и санатории, покупают и промышленные предприятия, особенно те, кто имеет какие-то пищевые точки на своих объектах. Санитарным нормам и правилам любое предприятие должно производить работы, связанные с дезинфекцией, один раз в месяц. Но сейчас правила изменились. Из-за эпидемии коронавируса дезинфекцию проводят каждый день и повсеместно. Любые помещения и общественные объекты подвергаются тщательной обработке. Оттого и объём производства антисептиков вырос в разы. Если раньше компания выпускала около трёх тонн продукции в сутки, то сейчас сотрудники предприятия ежедневно производят 12 тонн дезинфицирующих средств. А данное предприятие, оно у нас расположено, по сути, в границах бывшей птицефабрики, но оно здесь находится с 2007 года. Мне кажется, интересное, хорошее предприятие. Сегодня оно работает, загружено в две смены. Обеспечить Люберецкий городской округ и в том числе частично Московскую область это предприятие в состоянии может. Компания увеличила не только объём производства, но и ассортимент товаров. В линейке появились средства для гигиены рук. 98% дезинфицирующей продукции поступит в больницы и поликлиники. Мы работаем по 12 часов в день. Бывает, выходим сами по собственному желанию по выходной день, потому что мы понимаем, что только наши масочки и наши средства сейчас очень людям нужны. Работают больше, чем положено. Так, по зову сердца сейчас трудятся сотрудники текстильного предприятия в Октябрьском. Их руками только в этом цехе создаются 2000 многоразовых защитных масок в день. Почти 30 лет из-под швейных машин предприятия выходила только текстильная продукция для дома. Сейчас же, когда маски стали дефицитом, компания постоянно наращивает объёмы производства. Так как у нас несколько цехов и швейных фабрик, Наши предприятия традиционно мобильные, держат нос по ветру и работают в соответствии с спросом. Мы успели сделать технические условия, зарегистрировать, получить сертификат и организовать производство в 20 точках России. Поэтому мы на сегодня можем сказать, что мы не только Люберецкий район можем обеспечить масками. Все цеха производства «Монолит» ежедневно изготавливают 70 тысяч многоразовых масок. В таком объёме товар отгружают уже три недели. В больших объёмах также отшиваются защитные костюмы и собираются целые санитарные наборы. От одноразовых, самых обычных масок производству пока пришлось отказаться. В стране нет сырья. Мы делаем следующие маски. Есть маски, которые идут в четырёхслойные из марли, сделанные гармошкой. Они считаются медицинскими, надёжными. Также нам сертифицировали маски, которые делаются из 140-граммовой бязи. И мы делаем два слоя, потому что она намного плотнее. Маску можно стирать, гладить, отпаривать. То есть их надо на день, на рабочий день 3-4 штуки. С каждым днём спрос на многоразовые средства защиты всё выше, объём производства растёт. Есть только один нюанс. Основные покупатели пока юрлицы – организации Центрального федерального округа. Наша продукция вообще не доходит до покупателей. И причина здесь известна, что аптеки не берут нашу продукцию без рекомендаций Минздравнадзора. А магазины не работают. И, в общем-то, исчезла товаропроводящая сеть. Чтобы маски попали всем желающим, текстильное предприятие «Монолит» начало продажи через распространители и в розничном магазине «Монолиза». Луизия Гязаряна, Анна Троян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Хлеб всему голова. И чтобы главный продукт потребительской корзины дошёл до покупателя полностью безопасно – на первом этапе. На предприятии, где делают хлебопекарные ингредиенты, ввели новые усиленные санитарные нормы. У нас всегда были достаточно жёсткие санитарные нормы, которые мы выполняли. У нас, нужно сказать, у нас же есть материнская компания, которая более 160 лет. И там, конечно, достаточно резко среагировали тоже на новые условия. И нам оттуда уже были высланы все предписания. Например, разделили смены рабочие для того, чтобы они работали и не пересекались друг с другом. Мы не мименизировали контакты. На удалённой работе все, кто может не находиться в офисе. Усилена дезинфекция поверхностей. А самочувствие работников проверяют каждые три часа. В сменах уменьшено количество сотрудников до 15 человек. На уникальном оборудовании продолжают изготавливать порядка 150 наименований – хлебопекарных и кондитерских смесей. Сегодня предприятие приближается к миллиарду рублей годового оборота. Это очень прилично. Это сегодня из крупных предприятий на территории Люберецкого городского округа. Предприятие, я оцениваю, будет только дальше наращивать обороты. Потому что всё-таки это пищевая промышленность. Мы же не можем, скажем, из-за вируса остановить всё, включая выпечку хлеба. Это просто невозможно. Поэтому, да, предприятие работает. Российский филиал «Ирокс» – передовой среди филиалов немецкой компании. В год производит 12,5 тысяч тонн продукции. И несмотря на нестабильные времена, предприятие на подъёме. В марте побит рекорд по продаже сырья хлебопекарням и хлебозаводам. Анна Троян, Сергей Гвоздев и Станислав Свечников. Телеканал ЛРТА. Люди должны идти на расстояние 1,5-2 метра. Разметка, касса. Есть такое у нас? Да. Держать дистанцию. Теперь это правило – неотъемлемая часть работы продуктовых магазинов. Рейд по крупным сетевым супермаркетам показал. Разметку в прикасовых зонах нанесли покупателям. А расстояние друг от друга напоминают сотрудники и информационные бланки. А как обстоят дела между полок с продуктами и в отделах кулинарии? Еще один обязательный пункт сегодняшней работы объектов торговли – наличие средств защиты у персонала. Проверка показала, что сотрудники магазинов ответственно подходят к этому вопросу. Я смотрю, у вас тут вооружили, у вас перчатки есть, маски есть, дистанцию делаете, все отлично. К слову, многие посетители тоже в масках и перчатках. В масках давно ходите? Да, давно. То есть правила безопасности соблюдают? Да. Я всегда в магазин хожу в перчатках и в маске, потому что не хочу заразиться и заразить кого-то, если я болею. Своевременная дезинфекция всех поверхностей в магазинах – еще один залог здоровья. Поручни, корзинки, стеллажи, витрины и кассовые зоны должны обрабатываться каждый час. Визиты не из ванных гостей. Сотрудники проверяемых магазинов не испугались. Все нормы строго соблюдаются. В течение недели у нас происходит дезинфекция каждые полчаса. Это правило мы соблюдаем. Соблюдение этих норм обеспечивает защиту как сотрудников магазинов, так и его посетителей. Поэтому рейды по выявлению нарушений сейчас в округе проходят ежедневно. Как следят за выполнением санитарно-эпидемиологических требований, проверяют во всех продовольственных магазинах. Моя задача как главы – эти все вопросы отслеживать, мониторить и принимать соответствующие меры. Мы сегодня проверяем целый ряд магазинов, а у нас их 327 магазинов на территории. Это абсолютно достаточно, чтобы люди в шаговой доступности могли приобрести продукты. А затем, насколько полон ассортимент продуктов на полках в магазинах, также следят сотрудники управления торговли. В этом мониторинге им помогают современные технологии. Есть мобильное приложение в телефоне, в которое мы заходим. Здесь указаны все сетевые магазины, которые расположены на территории городского круга Люперцы. Ежедневный мониторинг торговых предприятий Люберец продолжится до особого распоряжения. Анна Троян, Валерия Абсалямов, телеканал ЛРТ. Поход в магазин, аптеку, вынос мусора и прогулка с животными – уважительные причины, по которым можно выходить из дома. Сюда же относятся обращения за экстренной медицинской помощью. Люди, которые продолжают трудиться, обязаны иметь при себе справку с места работы. Обращаем внимание к категории таких, как пожилых граждан. Они же у нас, как считается, самые уязвимые слой населения в данной сложившейся ситуации. Самая основная задача нашего рейда – это безопасность граждан. О том, что необходимо оставаться дома, напоминают и народные дружинники. В ежедневном и круглосуточном режиме они патрулируют улицы и призывают людей соблюдать меры безопасности. Стараемся, конечно, охватить те места, которые самые оживлённые, чтобы как можно больше людей услышали эту информацию. В основном это транспортные узлы какие-то, остановки, пешеходные переходы, где много магазинов. К таким призывам люди относятся с пониманием. Жительница Люберец Елена Грива выходит из дома только при крайней необходимости. Сижу дома, готовлю еду. Иногда три раза выхожу в магазин, вернее, за неделю. Ну и рисую, конечно, это необходимые меры. Потому что здоровье людей – это важнее всего. Напомним, режим повышенной готовности введён в Подмосковье 13 марта. Соблюдение правил самоизоляции контролируют все оперативные службы Московской области. Луиса Егия Зарян, Сергей Гвоздев, Валерий Абсалямов, телеканал ЛРТ. Новая реальность, в которой у нас оказались, и мы, и партия, требуют от нас чётких исключений. Все ресурсы и усилия мы должны направить на решение проблемных людей. В таком формате встреча делегатов проходит впервые. Но есть вопросы, которые нельзя отложить на потом. Секретарь подмосковного отделения «Единой России» Лидия Антонова добровольно сложила полномочия. С помощью электронного голосования участники конференции выбрали на этот пост Игоря Брынцалова. Его кандидатуру поддержало подавляющее большинство делегатов. Уважаемые делегаты, предлагаю возведить протокол членной комиссии с результатами тайного голосования по избранию секретаря регионального отделения партии и считать Брынцалова Игоря Юрьевича, набравшую большинством голосов от числа зарегистрированных делегатов конференции, избранным секретарем Московской областной областного регионального отделения партии «Единая Россия». Прошу совать. В своем первом выступлении в качестве секретаря областного отделения «Единой России» Игорь Брынцалов сформулировал задачи, которые стоят перед партией. Самый главный вопрос сегодня – это коронавирусная инфекция. В противодействии распространения недуга участники политической партии примут самое активное участие. Луиза Игазарян, Валерия Апсалямов, телеканал ЛРТ. Здравствуй, Алиса. Как дела? Как настроение? Хорошо. Ну что, начинаем тренировку нашу? Угу. Карантин карантином, но занятия по чирлидингу никто не отменял. Сначала небольшая разминка, потом упражнения посложнее. Тренировка проходит в обычном порядке, но в необычных условиях. Раз, два, три. Со своим тренером Алиса Рыбина видится только онлайн с тех пор, как в стране объявили режим самоизоляции. Каждый день в течение одного часа она, не выходя из комнаты, осваивает азы чирлидинга. Дети могут действительно и видеть друг друга все равно на протяжении тренировки, видеть тренера, учитывать свои ошибки, и тренер может это все комментировать. Это гораздо лучше, чем бы они сидели дома. Сами дома они никогда не займутся так, как можно заниматься онлайн, когда тебя кто-то контролирует. После каждого видеоурока девочка делится опытом со своей младшей сестрой. В будущем юная спортсменка мечтает стать тренером по чирлидингу. В онлайн занятиях Алиса видит определенные плюсы, но недостатков, на ее взгляд, все-таки больше. Мне тяжело тут прыгать прыжки, потому что места тоже очень мало. И еще, ну вот когда мы прыгаем прыжки, мне потолок мешает. Очень хочется встретиться, потому что надоело сидеть дома. Сложность еще и в том, что чирлидинг – командный вид спорта. После индивидуальных занятий с воспитанницами тренера Анастасия Цыбина выходит на видеосвязь со всей группой. Корпус ровный, сидим. Полноценно отрепетировать композицию, конечно, невозможно. Зато отдельные фрагменты юной чирлидерши оттачивают до идеала. Видно, что они все стараются, потому что видно каждого спортсмена. И к каждому есть какое-то внимание. Поэтому они даже стараются больше, чем на тренировках. Если, допустим, на тренировках стоит у нас 15 человек, кого-то, может быть, не видно. Хотя у нас два тренера работают. Но в любом случае кто-то может подхалтурить, там еще что-то. А здесь все стараются все-таки на видео. Плюс дома родители. Они контролируют и могут сделать тоже какие-то замечания. Оставаться дома не значит все время лежать на диване. Чирлидинг, как и любой другой вид спорта, не любит ленивых. Продолжительный перерыв тренировок делать не стоит. Спортсмен быстро теряет форму, а после длительной паузы занятия придется начинать с нуля. Именно поэтому тренеры не останавливают свою работу даже во время карантина. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова